Зимой одно из самых любимых развлечений – это ледовые забавы. Особенно, когда смотришь на поверхность застывшего озера или катаешься на коньках. Но порой лед представляет большую опасность, особенно, когда он свисает с крыш домов. Проблема сосулек на крышах не уникальна. Явление возникает каждую зиму. И каждый раз эта тема волнует людей, ведь на кону собственная безопасность. Нередки случаи, когда сход снега и льда с крыш приводил к трагедии. Поэтому люди беспокоятся, особенно жители районов, где много домов со скатными крышами. Копейск, улица Кирова, 5. Сейчас сосульки еще ниже. 13-й и 11-й дом вообще лучше через двор проходить, так безопаснее. У Када нас дело нет, сосульки метровые. По всему городу огромные сосульки. Ни разу еще не видела, чтобы их сбивали. Ждем. А вот в администрации с гражданами не согласны. По их данным, работа ведется. Этим занимаются управляющие компании, которым законом определена обязанность очищать крыши от снега и наледи. На сегодняшний день у нас с управляющими организациями проведена данная работа. Обследовано 583 кровли. И на текущий момент очистка произведена 293 кровель. Учитывая, что на сегодняшний день на улице у нас стоят низкие температуры, а как мы знаем, что производство работ по очистке кровель осуществляется при температуре не ниже 15 градусов и при силе ветра не менее 15 метров в секунду. То есть на сегодняшний день запланированные работы, которые планировались управляющими организациями, они отменены, перенесены на более благоприятные погодные условия. Работы по очистке крыш для управляющих компаний являются обязательными. Они закреплены правилами и нормами содержания жилищного фонда. Но из собственников жилья никто не снимает ответственности. Например, в части очистки козырьков балконов. В этом случае управляющие организации проводят это обследование. И до собственников, опять же, если это на козырек относится как к имуществу собственников, то есть собственникам доводится уведомление. Данная работа тоже, конечно, ведется. И управляющими организациями она организована. В частный сектор, там собственник полностью несет время содержания по своему частному дому. То есть там уже кровлю, это обязанность, естественно, собственника, конечно. Вопрос очистки крыш – предмет постоянного мониторинга властей. Информация о выполненных управляющими компаниями работах ежедневно передается в городскую администрацию. Далее о ситуации в муниципалитетах докладывают Государственной жилищной инспекции и областному Минстрою.